Так устроена жизнь, все бренно в этом мире. И наша главная цель, как организация, осуществляющая похоронную деятельность, достойно проводить человека в последний путь, говорит директор МУП ритуальной услуги Венера Бекбулатов. А для этого все субъекты деятельности, занимающиеся организацией похорон в Полевском, должны вести себя корректно, как по отношению к родственникам усопших, так и к коллегам. Деятельность, она не согласована, и необходимо все-таки упорядочить ее в плане единой регистрации, захоронения единого порядка, поскольку муниципальный контракт по содержанию кладбищ, который действует на сегодняшний день, там оговорены не только условия, но и одно из основных условий – это содержание общего порядка на территории кладбищ, который осуществляет муниципальное предприятие в нашем лице. И вот здесь очень много несогласованных действий. Мнение директора МУП ритуальной услуги необходимо возвращаться к лицензированию этой отрасли, а это уже означает неукоснительное исполнение закона, порядка и определение ответственности за ту работу, которую берет на себя похоронное агентство. Но и это на сегодня не самое главное, что беспокоит руководителя муниципального предприятия. Животрепещущий вопрос поднимает Венер Батриянович – это расширение границ существующих кладбищ. На сегодняшний день места для планового захоронения на Зевицинском кладбище уже нет. Это печальный, конечно, факт. Ну и если своевременно не примем мер, ну в первую очередь администрация не обратит на это внимание, о чем я говорил еще в октябре прошлого года, надо заниматься освоением новых площадок, которые вот новым генеральным планом отведены. То есть Северное кладбище – это 7-8 гектар расширения кладбища, ну не действующие площадки, а через дорогу. А Южное кладбище дальше, так сказать, в рамках, вернее, в границах Южного кладбища – это 14 гектар. Но, значит, на одной площадке Северское кладбище стоит лес. Надо решать вопрос с департаментом лесов, который почему-то застрял именно там. А по южной части, ну, проблема заболоченности лесов. Ситуация усугубляется тем, что сегодня очень часто родственники усопших бронируют места для сохранения вблизи уже существующих могил. Если раньше бронь была на одно-два места, то сейчас полевчане оставляют места под целые семьи. Одно место бесплатно, значит, более одного места, значит, два-три, там, или сколько хочешь, за оплату. Но этот тариф, эти деньги должны поступать в местный бюджет, и этот тариф должна разработать дело, в данном случае администрация. Единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только расширение границ существующих кладбищ. Администрации города сегодня делается все необходимое для того, чтобы, во-первых, перевести землю госфонда, которые сегодня заняты лесами, под категорию эксплуатационных. Мы уже на конечном результате. То есть, они выпустили постановление о переводе из защитных лесов в эксплуатационные. Теперь мы написали ходатайство о переводе из категории земель госфонда в земли населенных пунктов. Сейчас дополнительную информацию мы им отправили. Необходима была еще дополнительную информацию. Мы им отправили, сейчас ждем ответа. Еще один вопрос сегодняшнего дня, который беспокоит директор МОП ритуальные услуги, это недостаток средств, которые выделены местной казной в этом году на содержание погостов. И как результат исключения списка обслуживающих объектов кладбища в поселке Зюзельский. Как нет в этом списке и мест захоронений в других сельских населенных пунктах. Сегодня мы не можем сельских глав оставлять с проблемами кладбища один на один. Проблем очень много. Значит, они действительно захламлены. На Зюзельке 5 или 6 лет назад была жителем инициирована генерального органа кладбища. Прибирали два дня. Вывезли процентов 15-20 мусора. Не один КАМАЗ. Кладбище находится действительно в удручающем состоянии. Решение этих вопросов, которые сегодня были подняты руководителем муниципального предприятия, и депутатами города требуют комплексного решения. Подводя итог сегодняшнего заседания, говорит председатель Думы Полевского городского округа Олег Егоров. Состоялся обстоятельный разговор. Разговор с руководителем учреждения, который ведет этот вопрос в администрации. Этот разговор выявил проблемы. Депутаты на эти проблемы отреагировали, обозначили эти проблемы. Это и выделение земельного участка, и обеспечение соответствующего финансирования. И осознание того, что в 2014 году практически заканчиваются, по словам представителей администрации, места на Зюзерском кладбище и Северном кладбище нашего города. Поэтому целый комплекс проблем таких обозначил. Для обсуждения вопроса содержания кладбищ Полевского депутаты решили вновь собраться в июне этого года. Ксения Балденкова, Александр Полищук. Новости нашего города.